Дорогие зрители, продолжаем обзор гостиниц полуострова Крым. Мы находимся в городе Героя Севастополя. Предлагаем вашему вниманию отель Дельфин. Фасад отеля невероятно привлекателен романским стилем – арками, колоннами, балконами с балюстрадами, а форма напоминает колизей. Если вы путешествуете на авто, то здесь имеется хорошая площадка под парковку. Находится гостиница на территории античного городища Херсонес-Таврический, основанного древними греками в V веке до н.э. Это место по праву считается святым и памятным, объединяющим разные исторические эпохи, и у приезжих есть уникальная возможность остановиться на территории старинного города в отеле, из окон которого виден красавец Свято-Владимирский собор – символ русского народа и крещения Руси. Черное море – северная сторона города. Памятник Владимиру Великому напоминает о крещении Руси в 988 году. Согласно древнерусской повести временных лет, сам князь принял крещение в Херсонесе, в крещении кафедрального храма. Внутри здания напоминает императорский дворец, а винтовая парадная лестница благословила не одну сотню пар, вступивших в брачный союз. Приветливо встречают гостей-администраторы и предлагают разместиться в комфортных номерах. Для бизнесменов в отеле действует отдельная переговорная, где можно решать деловые вопросы и конференциал, а тем, кто увлекается бильярдным спортом, можно с пользой для здоровья провести время в оригинальной бильярдной комнате, выполненной в модернистском стиле эпохи Америки 50-х, а также посетить сауну с бассейнами. В баре-ресторане потрясающая обстановка. Дизайнерами буквально воссоздана атмосфера золотого века русской культуры и одновременно расцвета русского офицерства при царе. Приветствуем зрителей нашего канала и продолжаем знакомство с гостиницами Крыма. Сегодня мы находимся в Балаклаве, в 12 километрах от Севастополя. Уютные ресторанчики, горы, море, дельфины, яхты, крымское вино и приветливые люди. А в гости сегодня заглянем в отель Дакар, расположенный в трех минутах ходьбы от набережной. Интересно, а почему гостиница названа в честь столицы одного из государств Атлантики? Дело в том, что основатель отеля был военный летчик, почитатель творчества Антуана де Сент-Экзюпери, который тоже в свое время был пилотом и доставлял почту в страны Северной Африки, в том числе в Дакар, столицу полуострова Сенегал. Вот таким необычным образом отель получил свое название. Многие знаменитости побывали здесь – и политики, и люди искусства, и спортсмены, и известные актеры. Георгий и его команда «Маски Шоу», влюбившая в себя огромную аудиторию зрителей в начале 90-х, Александр Лазарев-младший и Игорь Петренко – актеры с большой буквы, настоящие мастера театра и кино. Украшают аллею звезд молодые певцы, в том числе Ани Лорак. Выйдя на балкон отеля, вы увидите огромную скалу. Помните? Сим-сим, откройся! И сейчас же скала покажет потайной ход в пещеру к сокровищам. Завтрак на выбор из 14 блюд входит в стоимость проживания, а местный ресторан, выполненный в античном стиле, притягивает своей оригинальностью и теплой атмосферой. У отеля есть своя парковочная площадка. К услугам любителей почитать на свежем воздухе местная библиотека. Более подробно об отеле «Дакар» вы можете узнать на сайте, ссылка на который размещена в описании под видео. Волоклава. Один из прекраснейших городов Крыма, воспитанный не одним поэтом еще до нашей эры и покоривший сердца миллионов туристов. Все здесь. И пленяющая душа архитектура уютных домиков, и по-сказочному привлекательные ресторанчики с изысканной кухней, и марочные крымские вина, и лазурное море, и пляжи с чистейшей водой, и яхты, и рыбалка. Да-да, рыбалка. Даже многие женщины с удовольствием берут удочку и получают восторг от процесса ловли, так как не поймать здесь хотя бы парочку кефалей невозможно. В переводе с татарского «балаклава» означает «рыбный мешок». Это связано с тем, что умные дельфины с моря загоняют в бухту рыбные косяки, а местные рыбаки, зная эту особенность, с давних времен расставляли сети и благодаря дельфинам обеспечивали свои семьи едой на целый год. Здесь найдут себе занятия все от мала до велика. Творческие люди вдохновятся на создание новых шедевров. Модницы прикопят себе наряды морского стиля и отметятся на фотосетах. Если вы с детьми, то рядом вас ждут парки с новыми детскими площадками. Кому не безразлична история Родины, будет полезно посетить музей подводных лодок, засекреченный при СССР. Модская прогулка, экспортия «Автонные прогулочки» с заповедником «Мысоямы-Сиорен». Сегодня мы в гостях в комфортабельном отеле высокого класса под названием «Рыбацкая слобода», расположенном на возвышенности в Тихом Мосте, откуда видно море, горы, крепость генуэзцев и в то же время почти на набережной. Дорогой зритель, в сегодняшнем обзоре гостиницы и гостевых домов Крыма мы расскажем о гостевом доме «Грифон», находящемся в городе-герое Севастополе. Загадочный фиолет, благословенная земля, сокровищница древнего Херсонеса Таврического с богатым историческим наследием. На скалистой поверхности со стороны Черного моря, цвета бирюзы, когда-то жили монахи-отшельники в своих кельях. Сегодня это излюбленное место туристов и местных жителей, так как здесь считается самая чистая вода и завораживающие природной эстетикой места. Очень заманчиво выглядит живописный вид до самого царского села, где находится легендарный сказочный грот Дианы, а за ним Екатериненский пляж, где любила отдыхать наша великая императрица в XVIII веке. А насладиться этим незабываемым зрелищем можно из окон третьего этажа гостевого дома «Грифон», расположенного на возвышенном холме вблизи пляжа Баунти, на остановке маяк Фиолентовского шоссе. Этот гостевой дом прозвали «Дом в розах», так как он действительно утопает в аромате прелестных цветов. Пройдем на территорию этого удивительного дома. Это маленькая цветочная страна. Здесь есть все для полноценного отдыха. Войдя во двор этой милой обители, построенный по типу еврейский дворик, можно оценить, как удобно все расположено. Под навесом мягкие кожаные диваны так и притягивают утонуть в них и расслабиться, с Макоя-Савиньон Крымской солнечной долины. Сегодня мы на северной стороне города-героя Севастополя. Здесь сравнительно недавно открыли красивейший Учкуевский парк с живописными аллеями, уютными беседками, гамаками и качелями до небес. А если проехать чуть дальше по Качинскому шоссе, то окажемся в солнечной Любимовке, прославившейся своим песочно-галечным пляжем и одной из лучших гостиниц Севастополя под названием «Благо Любоморье» на территории просторного туристического комплекса. Здесь любят отдыхать как семейные пары, так и деловые люди большого и малого бизнеса. Кто совмещает работу и отдых, могут проживать здесь круглоготично. Для них на территории комплекса имеются конференц-залы для проведения всевозможных бизнес-встреч. Гостиница расположена в экологически чистом районе, удаленно от крупных промышленных предприятий и портов. Поэтому вода здесь чистейшая, а дно пляжа регулярно чистят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова